Бизнес на крови. Центр города, историческое место. Эти здания пережили уже не одну войну. Или планомерная политика Кремля. Квартиры, которые еще недавно были под бомбежками, сегодня с лихим задором продают риэлторы. Как расисты заселяют в оккупированный Мариуполь новых жильцов и сколько стоит недвижимость в разрушенном украинском городе. Эта квартира оценивается собственником 2 миллиона 200 тысяч. У кого есть желание в Мариуполе иметь имущество, это очень даже неплохо. Два года назад в ходе ожесточенных боев за город от полного бессилия россияне цинично сбросили две авиабомбы на драмтеатр в Мариуполе. Там осталось под завалами больше тысячи мертвых людей. Перед театром, который стал убежищем для тысяч людей, была огромными буквами сделана надпись «Дети». Там мгновение вспышка, падает все строение потолка. Мы бежали по трупам. В итоге сотни погибших женщин и детей. Ужасающая трагедия. Там были женщины с детьми, беременные, пожилые люди. Гражданский объект сознательно разрушен оккупантом. Мы до сих пор не знаем точного количества погибших. Сотни людей, тысячи. Место убийства сотен украинцев на сегодня зачищено россиянами. Это то, что они умеют делать лучше всего – заметать следы своих кровавых преступлений. Это те самые кадры из фильма «20 дней в Мариуполе», который увидели во всем мире, и который в 2024 году получил Оскар. Но главное, что в этом документальном фильме собраны кадры чудовищных преступлений, которые совершила Россия на территории Украины. Вы думаете, сколько погибло людей в Мариуполе? По нашим ощущениям, треть города точно. Если в городе было 500, 400 тысяч, да, думаю, треть. Вы же сами прекрасно видели, что люди не могли похоронить, и хоронили людей на клумбах, на тротуарах, где могли там и захоронивать. В это сложно поверить, но то, что сегодня происходит в уничтоженном расистами городе, просто не вкладывается в голову здорового человека. Потенциал, Бисмарк когда-то говорил, главное – это потенциалы. Бизнес на крови в полном смысле этого слова. Много покупателей? Строс очень большой, гораздо больше, чем предложение. Очень большой. А если квартира, допустим, вот такая вот в плачевном состоянии, но по хорошей цене уходит быстро. Строителям спасибо, всем, кто здесь трудился, всем, кто совершал очередной трудовой подвиг, ну а всем жильцам только спокойствие и уюта. Они убили тысячи украинцев в Мариуполе или заставили бежать, оставив свои дома, чтобы потом захватить все это и заселить в них свой недонарод. С осенью 2023 года, помимо вторичного жилья, разрушек, в Мариуполе можно купить квартиру в новостройке под ипотеку. Новые рабочие места, созданные якобы бурной деятельностью в уничтоженном имидже городе. Стройки на показ и приток россиян в украинский город говорит только об одном. Они хотят в кратчайшие сроки заместить местное население. Сделать Мариуполь, так сказать, русским городом навсегда, отжав его у Украины. Гостиная с выходом на лоджию, вид во двор и есть шикарный вид, открывается с балкона. Пойдемте, покажу вам. Смотрите, видно отсюда наши известные шпили. Где хозяева этой квартиры и какова их судьба, в этом видео не уточняется. Основной удар делается на будущую перспективу. На высокие цены и отсутствие всякой эмпатии и ответственности за произошедшее. В принципе, если кто-то хочет, его можно восстановить. Ну, не знаю, выглядит это, конечно, очень невосстанавливаемо. Здесь разминировано точно? Да, 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 я тут тоже уже ходила, уже сколько раз. Вот так домик пострадал. Исходя из количества объявлений на самом популярном в РФ сайте объявлений Авито и количество их просмотров, можно сделать вывод, что россияне из заснеженных регионов РФ и не прочь прикупить недвигу фактически на кладбище. Вложение квартира требует, но я считаю, что это того стоит, эта квартира. Россияне заинтересовались жильем в Мариуполе еще в 2022 году. На момент захвата России, по данным ООН, там было разрушено 90% многоквартирных и 60% частных домов. Но люди из разных регионов России были готовы рассматривать квартиры в любом состоянии, чтобы переехать к морю или выгодно вложить средства. Для них это не руины, которые хранят память о своих погибших или покинувших их владельцах. Для жителей Мордора это жилье у моря в приятном климате, о котором ранее они и мечтать не могли. Если до всех этих событий это была целая недвижимость, конкурентоспособная, ее было очень много, то на сегодняшний день после всех этих событий уцелевшей недвижимости меньше, чем спрос на нее. Полуразрушенное жилье в центре Мариуполя, как, например, восстановленный еще до начала войны дом с часами, отдан под коммерцию. А это говорит лишь об одном, что прежние владельцы, к сожалению, остались на улице. Или в лучшем случае получат какое-то жилье на окраинах города. Я проживал вот в этом доме по проспекту Нахима, 82. Приблизительно, вот если новый план взять, вот в этом месте была моя трехкомнатная квартира. 82 квадрата с новой мебелью и большим балконом. Такой квартиры в этом доме уже не будет, Антон Делесом. В новом проекте его жилье не предусмотрено. Как вы понимаете, ни жалобы, ни обращения ни к чему не приводят. Два авиаудара, пять раз горел, часть жителей погибла. Дом приведен в аварийное состояние. Его обещали восстановить. Но 22 декабря 2022 года дом снисли. Выдано разрешение на строительство в коммерческих целях для нового дома. Люди остались на улице и фактически по вине эрефии стали бомжами. На сайте застройщика дом уже в продаже. Вот сейчас мы не в силах взять и купить в ипотеку дом. Ну это как? Это мы просто вообще ни в какие рамки не лезем. И главное, что если у собственников утраченного жилья находят какую-то дополнительную недвижимость, сразу же сообщают вам, по рашистскому закону ничего не положено. У вас уже все хорошо. Извините, подвиньтесь. Подали документы на квартиру о том, что она сгорела. У нас приняли. Но через два месяца ответили, что нам не положено. Основание, что есть другое жилье. Сарайчик 40 километров от города, подаренный там дачный участок. 8 квадратных метров. Но это просто позор. Нас 7 человек. 8 квадратных. Нам стоя там стоять в саманном домике? Да как хотите, так и живите. Захватчикам все равно. Даже те, кто остались на улице, не имеют возможности получить квартиру в своем же восстановленном доме. И как люди, потерявшие жилье, имеющие прописку по этому дому, имеющие имущественные документы по этому дому, надеялись в этом доме получить квартиру. Потом стало известно... Мы обратили внимание, что дом начал устраиваться. Стали собирать информацию. Оказалось, что дом в ипотечном... В ипотечном, так сказать, порядке будет продаваться квартира. А бедным рюпольцам бросят подачку, как это принято у нынешней бандитской власти. Вот что рассказывают в строительной компании о том, кому достанутся квартиры. Первый дом, там не было ничего под компенсацию. Во втором доме мы планируем какую-то часть квартир небольшую отдать под компенсацию. Вот они, реалии прихода русского мира на захваченную и выжженную ими же украинскую землю. Я, конечно, рад, что вернулся в Мариуполь, но то, что я тут увидел, как бы не сильно меня радует. Чтобы такие отзывы затерялись в массе низкопробной пропаганды, кремлевские власти, как известно, не брезгуют ничем. Массово нагоняются приезжие блогеры. А то, что я обычно показываю в роликах, микрорайон Невский, школа Невская, драмтеатр и всё, что делается в нынешнем Мариуполе, это правда. Да и местные журналисты тоже не брезгуют похвалить, как при расшистах Мариуполь похорошел. А такой вид открывается почти на весь левый берег с крыши одного из домов в новом микрорайоне на левом берегу Мариуполя. А этого дерева, например, по проекту здесь вообще не должно было быть. Но по решению президента строительной компании его решили оставить. По рассказам специалистов, летом оно будет очень зелёным, и под его тенью могут отдыхать около 20 человек. О том, как на самом деле строится новое жильё, судите сами. Трещины по стенам, кошмарные, у кого меньше, у кого больше. Право в квартирах? Да. Сейчас увидите. Серьёзно? Серьёзно? Первая проблема у нас. Дверь. Она не открывается вообще. Как не открывается? Вот это всё. Она не идёт, это всё. Заходишь в подъезд, а там вроде как совсем свежий ремонт. Да только повсюду почему-то трещины в штукатурке, дыры в стенах, вздувшиеся полы. И это далеко не всё, что скрывается якобы за намарафеченными фасадами этих новостроек. Проблема всего дома. Какая? Двери. Нет, двери не закрываются. Всё, она не входит никуда. Она не закрывается. Да, здесь прям она очень сильно. Конкретно сделана. Не так. Здесь тоже дальше дверь не открывается. Пол. А, сдутый пол. То есть она... Наверное, пол. Она не идёт. Но вот это уже... Да, да, да. И идёт прям по всему периметру. Ясно? А почему так произошло? А кто же знает? От сырости. От сырости? И в этих квартирах ещё никто и не жил. А такое впечатление, как после обстрела. А вот так почему произошло? Вот так и было, когда он получил ордер и ключи. Сейчас я посмотрю, она везде это всё отошло. Да, да, но... По всему этому... Лопается и отходит. Это цемент, но несущая. И вот гипсокартон, а вот в цементе это уже дра. Да, получается... Там самое страшное. Получается... Гипсокартон это мелочь, а вот цемент это страшно. Да, да, это трещина... Это трещина, которая серьёзная, несущая в тени, наверное. Стоит отметить, что вторичное жильё восстанавливать не очень спешат. Да, внешние ремонтные работы проводят, как для картинки, с расстояния метров в 200. Ну, просто город-сад. А вот внутри настоящий русский мир. Живите, как хотите. Металл, конечно, мощный. Так что, если смотреть издалека и в определённых районах, показуха может сработать. Но при ближайшем рассмотрении и погружении в тему, конечно, нет. Может быть, поэтому сюда присылают незрячих блогеров, чтобы хвалить отстраивающиеся после бомбёжек рашистов Мариуполь. Мариуполь не будет прежним. Маргиналы, люди, которые не понимают, насколько важна история, начали в какой-то момент её стирать. Идёт работа. Частные домики восстанавливаются, большие домики восстанавливаются. Пониженные бордюры, то есть по всем современным стандартам. Детские площадки, спортивные площадки. За три года вырастет новый крутой курорт. И как не поверить словам этого российского блогера? И тут никакого троллинга, только факты. Всем привет! Меня зовут Иван Ерхоп, и я незрячий блогер, который смотрит на мир своим сердцем. Представляете, до чего опустились пропагандисты? Они отправляют в изуродованный украинский город незрячего человека, который видит сердцем, которое якобы не обманет. Манипуляция сотого левела. Такого я точно не видел раньше. Город уже живет, но интернет пока не дошел. И на выходе получается вот такое уропатриотическое видео из Мариуполя, после которых спрос на недвижимость по задумке авторов должен вырасти в разы. Что очень много сделано за полгода. Общественный транспорт. Вот мы сейчас видим автобус. Да, когда мы приезжали полгода назад, автобусы, по-моему, вообще очень редко ходили. Везде хорошие дороги на основных улицах. Все строится, все восстанавливается, все реконструируется. А на местах страшных трагедий появляются новые объекты. И трагедии людей уже никого не волнуют. Хочется отметить, что во всех точках Мариуполя идет работа. Частные домики восстанавливаются, большие домики восстанавливаются. Где-то закладываются пробоины, где-то все масштабно реставрируется и реконструируется. Ну, колесо этого большого трактора, типа. А, ничего себе. Это второе, побольше колесо трактора. И это, типа, качели, что ли? И вот между ними, между этими двумя колесами, горка. Ничего не вижу, не слышу, не говорю. Особенно правду. Это вообще принцип современной России, по которому люди там живут десятилетиями. Все верят в выдуманный мир, нереальную картинку. И, как вы сами увидели, незрячему человеку, который должен показать и сказать то, что выгодно Кремлю, Глядя на масштабы стройки, работы, говорить, что Мариуполь не будет прежним. Да, он не будет прежним, он будет намного лучше. Но, если ты зрячий, и тем более жил в этом городе до того, как его несколько месяцев уничтожали и бомбили расисты, то можешь элементарно сопоставить было и стало. За два года моего отсутствия произошли изменения, не в самую лучшую сторону. Много стихийных свалок здесь, вот на рынке. И запах соответствующий. Мужчина вернулся спустя два года, поверив лживым видео псевдоблогеров, что в городе начало все налаживаться. По ютубу мне казалось, что все красиво и все восстановлено, но по факту это не так. Ничего красивого особо я тут не вижу. Но больше всего мариупольца повергло в шок здание драмтеатра, которое завесили якобы облагораживающим баннером. Как они делают это у себя на болотах? Какая-то сеточка строительная, чтобы не травмировать психику людей. К сожалению, драмтеатр стал кладбище. Риэлторы не гнушаются продавать за брошку разваленные квартиры, которые пострадали от войны. Как купить квартиры в Мариуполе? Выгоднее ли вложиться в разрушку, чтобы потом продать дороже, когда восстановят? Как здесь снять в аренду помещение для бизнеса? Сколько это стоит? Какие квартиры предлагают на продажу? И от чего зависит цена? Ну да, стервятники налетели. То, что вы увидите далее, просто не укладывается в голове. Покидали в спешке свое жилье. Очень мало уцелевшей недвижимости. Спрос очень большой. Все замерзающие регионы Эрефия, точнее их жители, которые увидели в Мариуполе возможность обзавестись жильем в нормальном месте, да еще и возле моря. Желающие в основном это приезжие. Сибири, сибиряны тоже присматривают у нас морской бриз. Для россиян, которым в России на свое жилье, особенно в центральных регионах, вряд ли удастся насобирать за всю свою жизнь, цены на квартиры в оккупированном Мариуполе вполне подъемные. Квартира стоит 5 миллионов. Надо смотреть не на последствия, которые пережила эта квартира, а на перспективу. Квартира имеет большую площадь, имеет очень шикарную планировку. Если ее в нее вложить и привести ее в порядок, это бесценное вложение. Да, если ваши дружки-упыри опять не разбомбят этот город. Собственники этой квартиры покидали в спешке, в большой спешке свое жилье, при этом оставив все, и личные вещи, и детские вещи. Мы видим и манежик. То есть вернуться сюда и убирать, для некоторых это большая трагедия. Люди не могут вернуться и видеть все свое вот в таком состоянии. Поэтому они готовы продать вот так, как есть. То есть новые жильцы должны принять это и уже делать свой выбор. Но новым жильцам, как и этой даме, этого не понять. Это можно понять по достаточно тупым комментариям. Квартиру к продаже не готовили, даже не вывезли мусор. То есть, чтобы, например, даже повысить стоимость, можно было хотя бы вывезти мусор отсюда и голые стены продавать. Вот так, когда сюда заходишь, впечатление... Какое впечатление? Как после нападения варваров и бомбежки? Так и хочется спросить, а хозяева вообще все остались живы? Но сейчас на всех захваченных Россией территориях действуют совершенно другие законные принципы. Бизнес строится на крови, как и все остальное, к чему причастен Кремль. Ну, отлично. Тогда мне очень приятно, что вы так это оценили. Спасибо большое. Украинцы вынужденно продают свое жилье в Мариуполе со всем, что там было внутри. Да, ну мы это с собой-то не заберем. Вот все, что есть, вот здесь как бы и остается. Если оно кому-то не надо, ну, значит, вынесем. Вынесем на мусорник. А так как бы все то, что здесь есть, все здесь будет оставаться. Мы уехали на Урал, в Екатеринбург. Там мне появилась работа. Здесь такой же самой нету. Вот так и происходит замещение граждан. Украинцы вынуждены бегут от нежелания жить под властью РФ или от невозможности забыть пережитое здесь. А на их место приезжают коренные россияне. Это как раз то, что нужно Кремлю. Все это настолько фундаментальные вещи. Здесь у людей нет работы. Если ты не строитель из Краснодара, приехавший на быструю руку тяп-ляпно строит жилого фонда, от которого волосы встают дыбом. Мариупольцам не дают в городе ипотеку на новое жилье, в отличие от россиян. Так что политика замещения населения, как мы и говорили, идет полным ходом. Значит, все это лишь в основе неизбежности наших добрых отношений. И такая якобы стройка века, которую развернул Кремль в Мариуполе, это всего лишь очередная показуха. Ой, спасибо большое. Я теперь буду знать, куда приходить за дорогими подарками. На 8 марта, да, нормальный подарок. Да, мне никогда никто квартиру еще не забил. Всем спасибо и большое спасибо за Мариуполь, что вы восстанавливаете наш красивый, замечательный, и Владимиру Владимировичу, и Денису Владимировичу большое спасибо. Ведь главная задача Путлера и компании отжать, а потом зарабатывать на этом. Так что бизнес с недвижимостью в разрушенном расистами Мариуполе – это лишь маленькая часть того, как привыкли зарабатывать деньги в России. Субтитры создавал DimaTorzok